Очень важный дисклеймер перед тем, как мы начнем это видео. То, что я люблю макбуки, это не значит, что я против винды, то, что я против системников или прочего. У меня есть это явные причины, в которых я вам сразу расскажу, поэтому дайте мне хотя бы шанс и вы все узнаете. Всем привет! Ну что, подходит к концу 2021 год, это время выбирать подарки. Наверное, самое лучшее. А кто подарит себе не лучший подарок, как мы сами? Да, может, может делать какие-то близкие компании, но лучше рассчитывать всегда на самого себя, потому что я знаю, как программист и человек, который любит всякую технику и прочим, что стоит это больших денег, и такую обычную штуку подаришь только сам себе. И вот, я решил рассказать про очень крутую штуку MacBook Air 2020 года на процессоре M1. Я им пользуюсь уже несколько месяцев. Я тут уже успел попробовать и покодить, и помонтажировать видео, сделать много чего всякого интересного, и хочу рассказать об этом вам, потому что вы у меня об этом спрашивали, и, соответственно, в конце даже поделюсь, почему я стал уходить с Aira на MacBook Pro 14. Ну как не начать видео, чтобы не упомянуть нашего ген-партнера, команду инженеров Авитотех. Классные ребята, кучу делают всего интересного и хорошего, помимо того, что поддерживают Android Broadcast, поэтому обязательно переходите на их сайте, у них есть много чего интересного, а их инженеры готовы делиться опытом. Первым делом я хочу вам рассказать, почему я выбираю MacBook, ну или вообще, в принципе, технику Apple. Я очень сильно подсел на macOS. Причина тому несколько программ, которые держат меня там очень плотно. Первая программа это Apple Keynote. Она действительно классная штука, позволяет выполнять кучу очень крутых переходов, вообще делать классные презентации, потому что для меня, как для человека, который выступает как спикера, это супер важно. Вы могли видеть мои презентации как у меня на канале, так и на конференциях, где я выступал. Со временем мои навыки становились только лучше. Кстати, Apple Keynote очень классен для того, когда ты вот работаешь сам и тебе нужно записать какую-то свою презентацию или прочую, потому что там есть специальный режим записи презентации, он тебе даже на одном экране включает презентейшн мод, и ты можешь видеть все, что у тебя происходит. Он просто записывает твои действия, это не запись экрана, и ты получаешь классный результат на выходе, причем ты можешь отрендерить хоть 8k себе на выходе, получить 8k видео твоих слайдов. Это супер классно. Причем с разной частотой можешь получить все, и это очень позволяет делать классные видео на итоге и классное качество предоставлять для записи. И вот поэтому я эту программу очень люблю. Вторая программа, за которой плотно сижу, это Pixelmator. Это просто суперский редактор фотографий. На нем классно работает, на нем удобно, мне это очень нравится, потому что он действительно бывает кучей возможностей, довольно простой, не перегруженный как Photoshop. Потом есть Final Cut, в котором я монтирую видео, в принципе, весь пакет, вот то, что дает Apple для монтажа, там это компрессор Apple Motion. Я им пользуюсь, соответственно, вот я еще не профессионал, но я осваиваюсь, и мне достаточно нравится. Особенно, как он хорошо интегрирован с железом, от Apple, это прям песня, вот. Да, вы скажете, что есть там DaVinci Resolve, есть пакет Adobe, там совсем и совсем. Но смотрите, пакет Adobe, я никогда не буду брать пакет Adobe, потому что платить по подписку за софт, который они модифицируют раз в год, я не считаю честным. Потому что я, например, вот как с Parallel Toolbox у меня есть, я бы заплатил раз в год, даже не раз в год. Я плачу за версию, получаю два бесплатных апдейта и все. То есть дальше хочешь доплатить, то есть со скидкой можешь доплатить и получить следующий апгрейд. Там решают, стоит ли мне платить или не стоит. Подписка, я вообще считаю, это зло, особенно на софт, в котором не пополняется контент. Например, к подписке YouTube я отношусь нормально, потому что, действительно, это хостинг серверов, это какие-то доп-возможности и прочие штуки. Какой-нибудь там Netflix, в принципе, тоже нормально отношусь, потому что они фактически, то есть авторы зарабатывают с это что-то, Netflix сам постоянно что-то создает, то есть это постоянно что-то пополняется, у меня тут вопросов нет. Вот в софту у меня вопросы есть. Возможно, я не прав, но мне это не нравится. Следующий важный аспект, который мне нравится в Mac, это их железо. Железо в плане именно, оно хорошее, качественное, мощное, оно классно собрано и это не как на винде. То есть, если ты хочешь мощный комп, вот когда, я еще покупал себе, предыдущие поколения были, ну не покупал, мне на работе давали, MacBook Pro 16, 15, которые были типа мощные там с HQ серии Intel, чтобы купить себе такой же комп, но на винде единственный вариант был, это игровой комп, а вот игровой комп на винде, это короче такая свистоперделка, которая свистит, свистит, шумит и еще это, и выдувает из себя все, что прочим, почему-то нельзя сделать строгий комп на винде с мощным железом, а то он должен быть только игровой, то есть там нет понятия не игрового компа. Если вы знаете такие модели, которые действительно идут там с H процессорами, то есть мощными, которые идут на Ryzen или на Intel, напишите мне обязательно, мне очень интересно это посмотреть, потому что я действительно нормальную модель, которую я видел, это Asus ROG Zephyrus G15, G14 более-менее, и то у них светодиодное табло на крышке, которое хотя бы отключается, нет подсветки со всеми цветами радуги, и вот категорически таких вещей мне не хочется. Следующий главный момент, почему я еще выбираю макбуки, потому что на них можно немножко поиграться в кросс-платформу. Я пока не сильно в это вошел, но мне интересно, особенно с KMM и Flutter я пробовал, и как раз на Mac ты можешь это сделать полноценно, потому что ты можешь скомпилить и под Android, и под iOS, и увидеть свой результат. На винде, на Linux ты такого сделать не сможешь, то есть у тебя только один вариант. Также почему еще выбор мой попадает на macOS, потому что в принципе у Apple есть классная штука, они контролируют и операционку, и железо. И фактически они делают очень хорошую интеграцию между этим всем. Как можете посмотреть, у производителей на Android такой коллаборации нет. То есть Google делает софт, делает еще свою собственную оболочку, им дает другой OSP, они это адаптируют как-то, и короче получается блиберда. Даже тот же NN API, который вот для аппаратного ускорения нейроночек предоставлен, он нормально не реализован у вендоров, потому что они просто забивают на него и не заинтересованы в его нормальной реализации. И API фактически просто получается бесполезным работающим на CPU, а не на спец со-процессоре, который встроен в это устройство. И тут как раз-то вот Apple тоже сильно выигрывает. Еще важный момент, то что я действительно получаю много софта, который мне нужен. Единственное, наверное, софт, с которым я страдаю, то что тут нет софта для стриминга нормального, тот же OBS, да, который есть. Он есть, но фишка в том, что OBS до сих пор не адаптирован под чипы М1, он не знает, как использовать аппаратное ускорение энкодинга H.264, декодинга вот этого всего. То есть он использует, он все на CPU кладет, что во время видео стрима за следовало просто дымиться. И также еще и мне очень нравится, что у меня есть iPad, iPad Pro, который я себе купил. И на нем тот же, например, часто софт, который мне нужен, он или дополняется iPad, или, например, те же презентации, я вот ездил в конференции, выступал с iPad. То есть мне не нужно было иметь при себе полноценный компьютер, чтобы там запустить презентацию, подключиться к проекту и все. Это тоже очень классная штука. Поэтому вот это вот спектр причин, по которым я выбираю для себя Mac. Я не говорю, что Intel или Ryzen или PCCarny, там, типа, это плохой выбор. Нет. Просто мне, например, нужен, вот обычно мне нужен ноутбук. Сейчас, наверное, в условиях изоляции, когда у нас тут мы никуда особо не ездим, ничего. То есть ноутбук мне меньше нужен, но, опять же, мне не так много места. Особенно часто бывает, что я работаю в офисе большую часть дня, перехожу домой, и вот мне, соответственно, нужен ноут. То есть какой-то портативный компьютер. Планшет не совсем для этого подходит, хотя, в принципе, даже зачастую бывает, не беру с собой. Вот. Но это причины, по которой я выбираю именно ноутбук, именно на MacOS, и этот выбор происходит именно в Quintessence, тут получается только Macbook. Все. Вот. Давайте меня за это не хейтить. Пожалуйста, в комментарии не закидывайте, что эти овердорогие штуки, типа прочим, что они переоценены. Я вот прекрасно вас понимаю. Если вы не готовы тратить деньги, не проблема. В моем понимании, если у меня есть какая-то задача, и я понимаю, что какая-то техника позволит мне это сделать быстрее, не думать о том, как ее настроить, установить туда что-то, докупать какой-то софт, что там нужно что-то думать с антивирусами, с какими-то другими штуками, или прочим. Вот это мне потрясающее решение, потому что с Mac'ами у меня именно происходит так. То есть я купил, у меня, в принципе, все довольно просто. Я могу легко перекинуть копию своего с одного компасового предыдущего на другой, или типа через бэкап сделать. Для этого мне нужен сторонний софт, это встроенную систему. И деньги, которые я за него плачу, он мне полностью оправдывает. Я готов заплатить сумму больше, чем это есть, но я прекрасно понимаю, что туда заложена какая-то поддержка, обновление операционки, туда заложена какая-то стоимость исследований, какая-то эксклюзивность, конечно, тепла заложена и другие штуки. Вопроса в этом вообще не встает ни разу. Поэтому вот мой выбор обусловлен этим. Можете меня упрекать за это, или что-то хотеть делать, мне, честно, все равно. Потому что для меня вот это и есть та причина, по которой я сижу на Mac'ах. Весь опыт, который я буду сегодня рассказывать, завязан на моих регулярных задачах. А именно, это, соответственно, написание кода в Android Studio нерегулярно. Мне часто приходится делать какие-то демки. Работаю со своим собственным проектом. Да, он пока не такой большой, но работаю. Запускаю эмуляторы, смотрю различные вещи. Это монтаж видео, это браузинг и, в принципе, большинство регулярных задач, которые делают все остальные люди, которым это возможно. Поэтому вот этот опыт весь базируется именно на этих столпах моего использования ноутбука. Моя комплектация MacBook Air, она больше именно выбиралась для того, чтобы я мог спокойно заниматься и разработкой, и монтажом видео. Поэтому я взял себе, ну можно считать, топовую комплектацию с заключением SSD. То есть я взял себе процессор с 8 GPU ядрами, я взял себе 512 гигабайт SSD и 16 гигов оперативы. Брать базовую версию, если вы собираетесь на ней кодить или прочим, я сразу считаю абсолютно бесполезным делом. То есть для кодинга я вообще рекомендую вам рассматривать сразу 16 гигов оперативы. К сожалению, оперативы это самое дорогое из обновлений, что есть сейчас в текущих MacBook. Следующим пунктом я бы рекомендовал вам обратить внимание на SSD, потому что 128 гигов, которые идут в базе, их очень мало. Берите побольше. 256 вот это в принципе уже то, с чем можно жить. И процессор, в принципе процессор вам апдейтить не нужно, потому что честно по CPU ядрам они не отличаются, по GPU отличаются. И честно даже то, что у меня есть 7 GPU, а не 7, то есть 8 GPU ядер, а не 7, не сильно мне дало много профиту. Я честно считаю, что наверное мог бы из 7 GPU быть и не почувствовал бы никаких проблем, потому что в принципе у меня нет задач где-то задействоваться. Я думаю в задачах программерских, которых вот сейчас по большей части, я думаю, моя аудитория, которую вот вы меня сейчас слушаете, вам это не нужно, поэтому берите смело вот именно такую комплектацию. В России она сейчас стоит порядка 130 тысяч российских рублей, что составляет около 1800 долларов. Да, деньги не маленькие, но сейчас буду рассказывать, почему это того стоит. Один из первых вообще основных страхов, это конечно же переход на новую архитектуру. То есть Apple уехала с x86 Intel'а и переехали на ARM, на основе своих наработок, которые они делают в iPhone, на основе чипов Apple A. И вот теперь у них будет M-серия для именно компьютеров их. Так вот, в плане софта я вообще не почувствовал проблем, наверное, единственный софт, который сейчас я регулярно использую и он еще не адаптирован, это Viber. Десктопный клиент, да, в Беларуси это национальный мессенджер, я думаю и ваши родители вполне могут вам в нем еще писать. Вот, так короче он не адаптирован, он часто зависает и вылетает. Ну в принципе у меня даже на iPad, блин, точно так же стоит и точно зависает и вылетает, короче, вообще типа просто штука фигово написанная. Вот, хотя я не знаю, может это у меня такие какие-то проблемы, но что-то на телефоне он у меня работает стабильно на Android, а вот именно на iOS есть проблемы, на iOS и на macOS. Вот, весь остальной софт профессиональный, Android Studio, монтажка, какие-то утильные программы, все-все они уже переведены. Либо как минимум есть какие-то альфы, то есть, наверное, один из самых последних таких мейджеров, который долго все переводил, из которых я знаю, это Adobe. Но, вы можете посмотреть, есть статус, где следят за переводом софта на поддержку Apple M1 и там уже достаточно много списка закрыта. Потихоньку все это улучшается, делается и поддержка GPU из Apple, делается поддержка и нейронного процессора. То есть, все это как бы происходит и поэтому, честно, вот за год был достигнут очень большой прогресс в плане миграции. Поэтому, действительно, это классно. Ноутбук этот еще выделяется очень сильно в том плане, что непонятно, будет ли ARM достаточно для того, чтобы ходить или недостаточно. И вот как раз-то я вам скажу, что у меня был опыт с MacBook Air предыдущего поколения, то есть, я видел знакомых, он немножко смотрел. И этот MacBook, это просто пушка, потому что он способен просто вот, я спокойно на нем компилил проекты, то есть, среднего размера. Средний размер, в моем понимании, это проекты до, где-то до 60 тысяч строк. Вот это средний размер. То есть, я на нем тестово компилил такие проекты. Вы, в принципе, можете найти кучу тестов, сравнений вообще, как компилируются проекты. Впрочем, я приложу сюда специальный такой, там есть Excel-чик или Google. Короче, таблица, где там делают созданные результаты компиляции проекта на разных машинках. И Apple M1 себя чувствует супер шикарно. То есть, даже процессоры Intel, которые были вставлены в последнее поколение до перехода их на M, в MacBook большие, MacBook 16, они работают хуже. Так плюс, они еще тратят намного больше энергии и нагреваются. Естественно, конечно, этому ноутбуку, когда в нем происходит долгая нагрузка, ему становится плохо. То есть, плохо я имею в виду в плане понимания температуры. Он нагревается, троттлинга сильного я не замечал, то есть, но он нагревается. Кулеров здесь нет, чтобы его охладить. То есть, естественно, нет шума, но и поэтому температура на нем начинается чувство. То есть, например, самый яркий пример у меня был легко нагрузить цепу. Это когда я организовал двухчасовой стрим и стримил прямо с него в Full HD. И вот ему, наверное, через полтора часа стало тяжело. Но это через полтора часа непрорывного стриминга, то есть, он уже начал вот именно нагреваться очень сильно. Мне уже тяжело было на него положить руки, потому что он был такой достаточно горячий. Уже около 90 градусов был корпус. О, не корпус, а процессор. То есть, корпус был меньше, но, в принципе, это уже было неприятно. То есть, я вспомнил, как те времена, которые я когда собирал проекты на MacBook Pro 16. Но такое у меня там становилось буквально через 10 минут работы. И это уже было невозможно. А здесь, в принципе, в такой машинке это хорошо. Плюс, он очень, кстати, когда я выключил стриминг, он очень быстро охладился и пришел в себя. И стал снова тратить мало энергии и быть очень приятным. Поэтому в этом плане вы можете не переживать. То есть, вы легко скомпилите проекты и прочим. Единственное, я не могу заручаться за проекты с NDK. Потому что я просто такими проектами не занимался. Да у меня практически опыта с ними не было. И, возможно, какие-то NDK тулзы или там связанные с C++ компиляцией какими-то штуками, они могут не подняться из-за особенностей. Потому что они именно должны быть завязаны на нативную эту штуку. Хотя, надеюсь, что все уже попереводили. Тот же эмулятор андроидовский я был прям в большом восторге. Потому что он у меня работает на порядок лучше здесь. И прям вообще без тормозов хорошо. Единственное, что, я не знаю, это бага эмулятора. Либо нехватка ему ресурсов. Может, как ресурсов ему хватает. Он каждый раз, когда ты его выключаешь, говорит, что ему сейчас там не хватает ресурсов. И типа там сохраняет состояние или не сохраняет состояние эмулятора, чтобы быстрее запустить его в следующий раз. Но штука не критичная. Я, в принципе, нажимаю сохранять. Там чуть-чуть он думает и все. То есть, каких-то таких сверх критичных вещей я в нем не заметил. Вот. И это, опять же, позволяет мне действительно классно работать. Первые мои с ним впечатления в платье кондинга еще были очень шикарными. Из-за того, что когда я положил его себе на колени и сел на балкончике походить. Еще было... Это было начало октября. Да. Еще были теплые дни. Последние такие уже. Я сидел на балкончике, кодил. Он не нагрелся. Не вообще. Я даже вот... Я забыл просто вот... Уже это чувство. Потому что с девятнашкой, с макбуком... Макбук Pro 16, 19-го года, я такого сделать и близко не мог. Он перегревался сразу. То есть, все. Это была печка на ногах. Если было бы прохладно, это было бы хорошо. Потому что я бы на балконе не замерз. Но с этим вы можете замерзнуть. Поэтому будьте внимательнее. С этим ноутбуком вы вполне сможете жить. Да. Если вы попытаетесь на нем открыть кучу вкладок в хроме. Еще каких-то палуприложений в фоне. Запустить одновременно Xcode и Android Studio. Что может быть полезно в мультиплатформе. Да. Этот ноутбук уже начинается. Ему так становиться плохо. То есть, Air в этом плане как бы не лучшее решение. Поэтому, возможно, вам тут нужно будет подумать о более серьезных силах. То есть, надо понимать, что M1 это не процессор для профессиональной работы. М1 это действительно большой шаг. На этом процессоре можно делать на порядок больше вещей. Но он опять же не позволяет вам делать абсолютно все. То есть, не ожидайте от него монтажа видео 4К. Куча дорожек одновременно. С наложением эффектов. Цветопередать. Цветокоррекции. И прочих прочих всяких штук. То есть, он действительно стал мощнее. Но он не стал универсальным. Вот. И сейчас для разработки он подходит. Например, у нас в серфе на нем работают все разработчики. Кто, соответственно, пришел новый или кому нужно было менять комп. И проблемы возникают только у одного моего коллеги. Виталик, привет, кстати. Он как раз-то сейчас активно разбирается с КММ. Хочет это заинтегрировать. И, соответственно, у него возникают проблемы, когда он открывает несколько IDE. Когда все это нужно скомпилить, собрать и прочим. Вот тогда, да, действительно, говорит, что у него начинаются тормоза. Но, например, флотеристы наши не жалуются. У них все без проблем. Все хорошо работает. Хотя тоже делают под несколько платформ. Но им не нужно открывать две IDE. Вот их большой плюс. У них только Android Studio. Или Visual Studio Code. Кстати, вот даже надо узнать. По-моему, они большую часть взят на Android Studio. Надо узнать. В принципе, тут очень получается хороший результат. Причем в таком компактном корпусе. Это супер классно. Потому что этот ноутбук, он действительно тонкий, легкий. Его легко можно взять с собой. А его время работы вот в обычном режиме просто поражает. Потому что, действительно, я его бывает вот даже в пятницу у меня заканчивается рабочая... Нет, я еще в субботу работаю. В субботу, да, заканчивается вот работа моя. Я забираю его. В воскресенье еще что-то могу на нем поделать. Особенно пока уложу дочку спать. Пока все это происходит. Там, действительно, есть какие-то возможности. Нужно накидать какие-то посты на понедельник. Какую-то работу доделать, что-то там передать, сделать, прочим. Бывает, что могу включить на нем еще видео. И я спокойно с ним отрабатывал до понедельника. В понедельника вечера. Да, это, конечно, не компиляция кода. Это, типа, не сборка проектов. Вот. Но я даже на нем смог спокойно дома собрать получасовое видео. Ну, сделать монтаж от начала до конца. То есть, нарезать, смонтировать, наложить эффекты. Почистить всякий шум, прочим. То есть, и он спокойно продержался. И мне его прекрасно хватило. Единственное, что, конечно, это было супер неудобно. Потому что 13 дюймов это не тот экран, который стоит использовать для монтажа видео. Это была боль. Вот почему я, типа, все время подключаю второй. Но, в принципе, эта машина прекрасно с ним справляется. Ну, а теперь самый главный момент. Почему я решил поменять MacBook Air на MacBook Pro. Смотрите, у меня было на это несколько причин. В принципе, я не могу сказать, что мне его не хватает. Для большей части моих задач мне его вполне хватает. Тормоза я начинаю чувствовать, да, при монтаже более сложных эффектов, когда накладываю уже там, то есть, какие-то собирая сложненькие проекты, прочим, чувствуется эта вещь. Особенно, когда хочется помонтировать в 4К, чтобы лучше картинку дать. Вот. И вот в этих проектах я чувствую проблемы. Я надеюсь, что в ближайшее время буду приступать еще и к пробам КММ. И вот там, как раз-то тоже будут всякие штуки. Но, опять же, это ноутбук, который мне предоставила компания. И, соответственно, мне все равно нужна какая-то своя основная рабочая машина, на которой я полностью могу делать все, не переживая ни за какие-то штуки. Хотя, в принципе, все, мне ничем не наклоняют, не нагибают. И, короче, в общем, мне не нужно думать о безопасности. В принципе, все супер адекватно. Так вот. Но у меня, типа, вообще, в принципе, появилось еще несколько других причин. Первая причина, что мне надоело уже жить с переходниками. В чем суть? Мое рабочее место – это монитор большой, который стоит прямо передо мной. Просто потому, что я не хочу портить свое зрение, постоянно согнувшись в ноутбук, вот таким образом работая. И это маленький экран, то есть мне его не хватает. Мне нужен действительно большой. Вот поэтому у меня, типа, подключен экран. Макбук у меня в закрытом состоянии, стоит сбоку. И я не могу никоим образом сделать что-то по-другому, как подключить к нему питание, чтобы он мог работать в закрытом состоянии с внешним монитором. Вот такая особенность MacOS или MacBook. Я не знаю, почему так сделали, но только на питании, подключенном к нему, можно так работать. Если знаете, как это обойти, пишите в комментариях. Пожалуйста, без ссылочек, потому что все удалится. Вот, и это мой такой рабочий флоу. Поэтому у меня получается, что один порт занят тем, что у меня тут подключен переходник. В переходник я еще покупал такой специальный, через который я смогу заряжать. Да, то есть у меня заряжается ноутбук. В нем подключен HDMI. С HDMI все больно, потому что я не смог найти нормальный HDMI, чтобы он вытягивал 4K 60 кадров. Я мучаюсь 30 кадров с дисплеем. Во второй порт у меня подключен SSD. Потому что встроенной памяти на 512 гигов действительно мало. У меня подключен внешний двухтерабайтный SSD, на котором я храню все свои проекты. Видео, проекты, отснятый материал. Потому что на встроенном накопителе действительно этого очень мало. И фактически я живу в этом супер обвесе из всех этих проводов. Это очень неприятно, как и по удобству, так и по эстетике. Это тоже на самом деле не самая лучшая штука. Да, можно было купить монитор, который подключается через Type-C. Он, в принципе, даже смог бы сразу заряжать и ноутбук, и прочим. Если вы поедете куда-то выступать, что делать, вам нужен будет переходничок. Переходничок, подключаться к зарядке. Короче, слава богу, ноутбук может дальше жить. Может, к зарядке не придется подключаться. Но, в общем, это неудобно. Особенно неудобно, что каждый раз, чтобы считать что-то с флешки, нужно, блин, вставлять переходник. Переходник, чтобы это считался, и нужно разблокировать ноутбук. И только потом переходник почему-то начинает срабатывать. Причем это несколько разных переходников у меня было. Может, у меня неудачные переходники. Ну, типа, прям, я понимаю, да, вы сейчас найдете, типа, о, блин, зажрался, уже ему неудобно. Типа, уже с переходниками, сколько уже так живем. Я понимаю, это не самая важная причина. Причины, в котором порядке рассказываю, это не та, вот именно, по которой происходит. Следующая штука, которой мне не хватает аппаратного ускорения энкозинга для монтажа. В Pro и в Max в них строили как раз аппаратное ускорение. И для H.264, H.265, и для ProRes. И, в принципе, стало на порядок лучше в этом плане работать. Вот, поэтому, опять же, то есть, мне это интересная штука. Следующий важный момент, который там есть, это то, что увеличилось количество производительных ядер. Что, опять же, мне полезно сыграет на тот момент, когда я работаю обычными программами и с компиляцией кода. Что, действительно, да, у меня бывают какие-то большие проекты, которые хочется потестить, посмотреть. Даже банально, когда я готовился к докладу про TensorFlow, там, действительно, большие здоровые проекты и компиляция. Их так прилично занимало времени. Вот. Но это, типа, опять же, моя штука, которой мне все еще хочется сидеть в программировании, заниматься этим. И, вот, все жду, когда уже смогу наконец-то выходить со стримами регулярно. Вот. Поэтому та штука, которая, опять же, мне сыграет в пользу. То есть, потом, это важный аспект, почему я именно смотрю на Pro, потому что в Pro есть важная штука. Смотрите. Apple M1, это была первая итерация вот таких новых процессоров. Ну, не совсем первая итерация. Ладно, еще был Mac mini на A12, который был тестовый такой именно для разработчиков образец. Вот. И, короче, его суть была, типа, в том, что там были недочеты. То есть, я смотрел обозревателей, кто занимается именно обзором CPU. Впрочем, там были мелкие недочеты, там, в плане систем охлаждения, каких-то других вещей. Вот. Не было значительных обновлений по железу. Я считаю, вот, хорошим шагом буквально следующую трассу, потому что в ней уже устранили ошибки. Плюс еще в этом году Apple не смогла перейти, там, на новый техпроцесс, другие вещи сделать. Поэтому, опять же, тут есть большой плюс в том, что, как бы, они улучшили архитектуру и смогли вложиться на эти штуки. Ну, я надеюсь, по крайней мере, так. Также важным аспектом мне очень понравилось, что там апдейтнули камеру. То есть, перешли с HD на Full HD, плюс добавили алгоритмы, которые позволяют повышать качество. То есть, а-ля, как в iPhone, всякие программные улучшения. Ну, конечно, это не уровень iPhone. Добавили микрофоны хорошего качества, прокачали звук. И вот эти вот классные аспекты, которые мне, в принципе, хочется иметь и, действительно, уработать удобнее. Ну, еще важный аспект, то, что, как я уже сказал, у меня получалось мой MacBook Air регулярно доводить до очень высоких температур, когда до него тяжело касаться. Проблема тут, конечно, служит, типа, не то, что он не может вывозить. Он может их вывозить. Но при наличии кулеров ему бы было на порядок легче. Просто потому, что он бы смог охлаждаться. То есть, там даже не нужно прям сверхсильного охлаждения. То есть, он, в принципе, не поднимается до таких температур, как поднимались Intel. Но кулеры ему здорово помогут. Как раз-то, опять же, модель Pro 14 в этом плане лучше. Покупать Pro 13 я не вижу смысла. Потому что, фактически, это тот же Air просто с Touch Bar и кулерами. А вот Pro 14 какой-то здоровый шаг. И вот тут мой выбор, естественно, пал, ну вот, скажем, купить себе ноутбук. Который, в принципе, у меня Apple всегда отрабатывала по 5 лет стабильно, без всяких проблем. То есть, действительно, хорошая такая мощная, которую вот как фигурацию ты покупаешь себе. У меня был iMac 2015 года. И он у меня, в принципе, потрясающе справлялся со всем. У меня вообще не было к нему нареканий до тех моментов, как я не занялся блогингом. Я его покупал в свое время именно с расчетом того, что я на нем буду заниматься программированием. И я такой, о чем мне тратиться видеокарту, если я ей не буду пользоваться. Поэтому купил самую стоковую. А фишка в том, что в этом iMac можно поменять все, кроме видеокарты. То есть, я туда грузил оперативные памяти. Я заменил процессор свои 5 на i7. Но видеочип ты уже не поменяешь. Потому что видеочип так просто ты не купишь. И это сложнее. Никто не готов был браться за такую работу. Поэтому я остался с тем, что есть. Но этот iMac у меня исправно стоит. Он помогает мне со стримами. Он помогает мне платить налоги. Потому что весь софт, который связан с налоговой, он запускается только под виндой. Но Mac OSI не запустить винду. Потому что она ARM. А версия винды на ARM, она во-первых в Dev Preview. Да, это можно сделать через Parallel Toolbox. Но софт, который мне нужен, все равно не заведется там. То есть, мне нужна x86 машина, как бы это ни казалось страшно. У моей Mac фактически, типа, сейчас моя платежка налогов. Либо мне нужно будет каждый раз заполнять это бумажно. И ездить налоговую и сдавать это. Не очень удобно. Потому что налоговая в Минске и в Гродно. Такое маленькое отступление релическое. Про то, как платить налоги. Не просто на ARM. Что по итогу? Стоит ли вам брать этот ноутбук для программирования или не стоит? Я могу сказать, что я действительно в восторге от MacBook Air. Каким он получился и каким он вышел. Это действительно классная машина. Если вы не работаете в огромных компаниях, у которых есть сотни модулей в проекте. Сборка холостая. Проекта может занимать до 10 минут. И у вас действительно там высокие нагрузки. Много оперативки нужны и прочим. И нет узкоспецифированного софта. Специфичного софта под x86. То смело берите себе MacBook Air. Единственное, что учтите. Не берите его меньше, чем с 256 гигами на SSD. И берите 16 гигов оперативки однозначно. Причем, если у вас будет стоять выбор апгрейднуть RAM или SSD. Обязательно апгрейд делайте RAM. Потому что SSD хотя бы можно внешне подключить. Или каким-то образом от этого избавиться. Ограничения. Оперативка у вас уже вместе идет с системой на кристалле. Вы ее не догрузите. Вы ничего себе не сделаете. Все, она с вами навсегда. И это очень важный аспект. Вот. По поводу в плане охлаждения, нагрева и прочего. Вы не почувствуете, скорее всего, свои проблемы. Либо они будут краткосрочные. Но, действительно, ноутбук получился очень классным. Удачным. Хорошим. Наверное, это огромнейший шаг. Наверное, самый большой шаг. По сравнению с тем, что вообще произошло в компьютерах за последние 10 лет. Даже выход новых Ryzen я не считаю таким прямо крутейшим шагом вперед. Потому что они шли постепенно. Вот, конечно, типа сдвиг в ARM. В плане того, что они могли обеспечить производительность на ватт энергии затрачиваемой. Это шикарнейшая штука. И, действительно, Apple показали всем новый уровень. И, я думаю, нас ждет интересное развитие событий на этом рынке. И мы еще посмотрим, какие будут у нас компьютеры на Windows. Что сделают производители, те, кто делают ARM процессоры. Что, действительно, интересно они смогут представить. И, насколько начнется вообще бойня на этом рынке. И, что нам ждать от AMD, от Intel. Мне прям вот очень заманивает посмотреть, что будет с этим дальше. Но, однозначно, MacBook Air M1 16 гигов оперативки я рекомендую для большинства разработчиков. Иначе. Но, конечно.